Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте делаем с вами общий расклад на тему «Приятные перемены в вашей жизни». Итак, первая, вторая, третья, четвертая позиции. Выбирайте свою и смотрите соответствующее видео. Итак, первая позиция, но здесь про развитие, про движение вперед. Скорее всего, то дело, которое вы собирались начать, либо развивать, либо продолжать, оно получит некий такой импульс для своего движения вперед, для развития. Да, вы достаточно долгое время были скованы либо какими-то обстоятельствами, либо не видели выход из сложившейся ситуации, и вот то пространство, то дело, в котором был застой, оно обретет вот это движение вперед. Скорее всего, это связано с финансами, скорее всего, это связано с благополучием, потому что «Девятка Пентаклей» – это всегда про комфорт, в первую очередь материальный, ну и, конечно, эмоциональный, как следствие. Скорее всего, вы кардинально поменяете свои взгляды на то, что происходит, либо же, знаете, вот придется от чего-то отказаться в пользу чего-то более стоящего, но, тем не менее, карта очень положительная. Это про развитие, про движение вперед. Итак, вторая позиция. «Семерка мечей» – это обычно про осторожность, либо про хитрость. Скорее всего, вам удастся кого-то перехитрить, вам удастся сделать очень такой грамотный ход конем. Скорее всего, это касается партнерских отношений, причем партнерство здесь, скорее всего, вот именно любовно-романтического характера. Конечно, у кого-то могут отыграться и деловые отношения. Да, совершенно верно. Вам удастся договориться с партнером, вам удастся найти компромиссы, причем такие компромиссы, которые выгодны вам, такие условия, которые вот именно полезны вам. Здесь все будет так, как вы хотите, причем ваш партнер ни о чем не догадается. Повторюсь, это может быть и партнер в любовно-романтических отношениях, и в деловом каком-то вот партнерстве. У вас все получится, перехитрите всех, обыграете. Итак, третья позиция, королева жезлов. Ну, здесь перемены либо связаны с женской фигурой, это может быть подруга, начальница, сестра, та дама, от которой многие вопросы в вашей жизни зависят. Либо же королева жезлов – это вы, стремящаяся вперед, либо это карьерный рост, либо достижение целей, которые вы себе ставили и намечали. Ну, как правило, это касается по десятке пентаклей семьи либо семейных вопросов, связанных с благополучием. Так, скорее всего, удастся вступить в брак, либо укрепить брачные узы, семейные узы, семейные вопросы решить. Не исключаю того, что женщина, вот жезловая королева, будет вам помощницей, будет вам союзницей. Для тех, у кого сложная ситуация в семье, знайте, что вам удастся сохранить ваш союз, вам удастся решить вопросы, связанные с наследством, очень благополучно. Итак, четвертая позиция, семерка жезлов – это, как правило, про то, чтобы защититься, отстоять свои интересы, сохранить то, что вам дорого. Вам как будто приходится отстреливаться от так называемых недругов. Вы знаете, а здесь такое ощущение, что длительное время было какое-то противостояние, вы действительно защищались, оборонялись, но защититься вам все-таки удастся. Вам удастся сохранить то, что вам дорого, причем не ценой войны, а путем примирения. Шестерка кубков – это карта вот именно связи с прошлым. Какие-то моменты из прошлого, они имеют очень важное значение для вас в настоящем и будут актуальны в будущем. Поэтому то, что для вас важно, дорого и ценно, вы сохраните, плюс еще и укрепите, плюс еще и сгладите острые углы. Новый этап, новый виток какого-то события, какого-то процесса не за горами, уже на пороге.